Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни на право, ни на лево, от истинного понимания Божественных Слов Твоих. Прибудь с нами в этот вечер благодатный, сохрани нас в любви и согласии. Хвалай Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание к Коринфянам, первая глава, 29 стих. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом, толкование. Для того, говорит, Бог поступил так, чтобы низложить гордость и хвастовство тех, которые помышляли о мирском, и убедить их, чтобы они, все полученное от Него, от Бога, Ему приписывались и не тщеславились пред Ним. Как же вы, Коринфянам, гордитесь этим? Заметь, между прочим, мы небезрассудно сказали, что отверженные не удостоены проповеди за свою гордость. Комментарий. Игнатий Кончалавкин. Слова отверженные не удостоены проповеди за свою гордость. Какие страшные, огненные слова произнес блаженный Феофилак. И мы их применяем к этому изданию его труда. В отношении тех, кто не хочет слушать ни Слово Божие, ни толкования святых отцов, далее цитата Феофилакта, мы небезрассудно сказали, что отверженные не удостоены проповеди за свою гордость. Вопросы? Знайти, Кончалавкин, добавьте еще что-то. Ну, я уже добавил. Этого хватит. Первое Коринфянам, первая глава, тридцатый стих. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас при мудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Толкование. Слово от Него, разумеет, а привидение не в бытие вообще, но в лучшее бытие. Смысл слов такой. Вы сделали с чадами Бога, и от Него, сделавшись Его сынами во Христе, то есть через Христа. Ну, можно пораньше прийти-то. Я не могу... Словами же незнатное избрал. Погадывать минуты какие-то. Показывает, что они благороднее всех, потому что имеют Отцом своим Бога. Он сделал нас мудрыми и праведными, и святыми, и свободными, ибо это значит искупление, то есть освобождение от плена. Далее, как избравшись неблагородными, Он делал их благородными, потому что усыновил их Богу, так и необразованных сделал мудрыми, Сам сделавшись для нас премудростью. Для чего же Он не сказал, умудрил нас, но сделался для нас премудростью, для того, чтобы выразить изобилие дара. Он как бы так сказал, предал нам самого себя, употребив высокие выражения, а сыне прибавляет от Бога, чтобы ты не почел его сына нерожденным, но обратился к причине его к Отцу. Заметь порядок. Во-первых, Он сделал их мудрыми, освободив от заблуждения и научив богопознанию. Потом праведными, даровав им отпущение грехов, затем осветил Духом Святым и таким образом даровал нам совершенную свободу и искупление от всех зол, так что мы принадлежим только Ему одному и находимся в Его власти. Вопросы, пожалуйста. Так, ну что, дальше? Первое послание Коринфянам, первая глава, 31 стих. А что ты не поставишь камеру? Ну вы можете совесть поймать хотя бы, быстренько поставить. Ну тебе пока допущены глаза друг на друга, бессовестные. Двоем надо. Двоем. Ну так, давайте тихо не сказал, что? Чтобы было как написано хвалящийся хвалюсь Господа. Ничего не случится, все нормально. Послание Керемии, 9 глава, 24 стих. Но хвалящийся хвалюсь тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суть и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Все это, говорит, сделано для того, чтобы никто не почитал себя чем-нибудь и не хвалился ни самим собой, ни другим кем, но только Богом, который даровал нам столь великие блага. Как же вы гордитесь и сами собой, и учителями, людьми. Примечание. Первое. В другом списке находится такое предисловие к настоящему посланию. Коринф есть город Греции, славившийся тогда богатством, мудростью и многими другими преимуществами. В нем много пострадал Павел. Здесь явился Павлу Христос и сказал, не бойся, но говори, потому что у меня много людей в этом городе. Деяния, 18 глава, 9-10 стих. Дьявол, видя, что столь великий и многолюдный город принял истину, разделил жителей его. между ними одни самовольно сделались учителями народа, который приставал только одним как мудрым и могущим дать чему-то большему, нежели Павел, то к другим как богатым и могущим оказать большую помощь. И таким образом, соперничая между собой в славолюбии, они заправляли церковью. Вот первое зло. Другое. Некто, живший со своей мачехой, не только не был укоряем другими, но еще управлял народом и надмивался внешней мудрости. Кроме того, иные ссори между собой об имуществе судили сусуги, не принадлежащих церкви. Далее. Иные ели в церквах отдельно друг от друга и не уделяли нуждающимся. Иные, превозносясь дарованиями, соперничали между собой. Относительно учения воскресений колебались. многие отращивали волосы и ходили как цинические философы. Притом коринфяне прислали Павлу через Стефана, Портуната и Ахика послание, в котором писали о браке и действии, а о прочем умалчивали. В это-то время и пишет Павел не о том, только о чем ему писали, но и о том, о чем не писали ему, тщательно разузнав обо всем. Поскольку же, что важнее всего в церкви были разделения, а это происходило от высокоумия, то он прежде всего старается истребить высокоумие, зараженные высокоумием думали, что они учат чему-то высшему, поэтому Павел и начинает так. Вопросы, пожалуйста, кого они сидят. Все понятно. Сергей, вот такой вопрос, как понять, судились у судей непринадлежащей церкви. То есть непринадлежащей церкви. Что это за судья такие? Не члены церкви работали судьями, которые не являлись членами церкви. А, члены, я понял. Не христиане. Все, я понял. Спасибо. 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 Еще вопросы есть? Да, Тихонич, что-то желаете сказать? Главное это в занятиях наших должно быть то, что Слово Божие живо и действенно, чтобы оно коснулось нас, как будто написанное к нам. И мы увидели, где это сегодня в жизни притворяется, вот это послание. И тогда уже лично к себе принять. Это называется двойная экстраполяция, перенос событий. Вот это послание первое, послание к Коринфянам, это послание ко всем сектам, так называемым протестантам. То есть я не употребляю слово динаминации конфессии, потому что сатана заменил слово ересь этим словом. И вот здесь все, что здесь пишется, это у них все в полноте при чтении Библии. Вот эти говорения, языками, харизматы, это все отсюда идет. Нигде нет такого блудодейства, разврата, как у них. Как будто бы совершенно неверующие люди. Я это из первоисточника знаю. Я у них проповедовал не один год. И вот послания Якова они не касаются. Мало того, лютер даже выбросил его, потому что речь идет о делах. А он одной веры. Ну одной веры как ты спасешься? Вера бездел, мертва, бесовская вера. Тут об этом и надо сказать. Чтобы нам не попасть вот на в эту стремнину, как они говорят, сатана, который устроил. Все высокоумие. Даже в жизни у нас встречаются люди. Самое простенькое, только выполнить. У нас принято, допустим, чтобы человек не носил погону. Пришито погонщики на одежде. Носят. Зачем? А что особенного? у нас принято три человека из которых могут носить. Это юристы и врачи. У них звания есть какие-то там майоры. Вот и все. Нет. А ничего не значит. То есть он начинает спорить. Чем заканчивается? Ничем. Полным крушением. Высокоумие это бездна. Там ничего нету. Он только себя выставляет. Ходил на занятия, а потом говорит, да я и до занятий все знал. И бог как отрезал. Ничего не осталось. Началась выпивка и всякие мерзости. Вот какое дело. Послание страшное. Это после послания Иуды наверное самое такое опасное так сказать для людей. Отошел. Первая Коринфина вторая глава первых стим. И когда я приходил к вам братья приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. Толкование не только говорит в ученики Евангелия избраны были люди немудрые и незнатного происхождения но и сам проповедник Евангелия пришел возвещая вам свидетельство Божие то есть смерть Христову без красноречия и мудрости человеческой. Заметь же что и проповедник был человек простой и необразованный и предметом проповеди был крест и смерть и однако одержали победу. Итак явно что неизлеченно та сила которая все это сделала. Что же неужели Павел если бы и захотел не мог прийти с мудростью он сам не мог потому что действительно был человек простой и необразованный но Христос который даровал ему и большее мог только это не было выгодно для проповеди ибо для Христа больше славы в том что он победил других простотой Павла чем в том если бы достиг всего мудростью и красноречием вопросы пожалуйста но что это за красноречие было в те времена философия такая какая-то в чем она в основном заключалась в чем эта мудрость мирская состоит кто может объяснить я могу кое-что сказать скажи значит возьмем раннее христианство вот иустим философ он жил во втором веке и вот иустим философ его называют потому что он был именно философ у него работы остались его и он помог христианам чем тем что рассказал что правда христианах ну и потом сам христился хотя не был христианом христианином был язычником но он узнал все о христианах и написал книгу вот и где призвал призвал христианам языческих этих императоров и кстати это возымело действие свое прекратились даже гонения на некоторое время почему потому что обладал прекрасным красноречием даром даром ну передать информацию как надо со всеми там какими-то историями но как практик был то есть он рассказывал о христианах и тут же приводил рассказы о богах которые тогда были ну в общем если почитать то поймешь и вот Иоанн Злоуст он был юристом до 30 лет он не крещеный был тоже то есть не был христианином был проходил ораторское искусство в юридических вот этих училищах и погляди какое красноречие у него если кто читал Иоанна Златоуста но вот я когда его читал то неоднократно плакал потому что он так доносит искренне рассказывает и о себе и о других но это редко кто такие проповеди может записывать или говорить вот Игнатий Тихонович у него талант такой есть у нас сестры которые говорят очень искренне ну то есть вот красноречие приблизительно что такое через языческое ораторское искусство пришло и христианство но не языческое уже христианское то есть как я вот понял само по себе божественное красноречие вот такое как у христианских проповедников оно не порицается порицается именно красноречие мирское не ну высокоумие так скажем как бы ну в чем принципиальное различие то я так вот не услышал между ну нужно ли вообще в христианстве красноречие или достаточно вот этой простоты во Христе смерти крест что тут еще ну этого вопроса ты не ставил просто ты спросил красноречие а нужно нужно ли красноречие ну а как не нужно ты же видишь как златоуста слушают почему бы не иметь красноречие ну чтобы его иметь надо даром обладать этим ну и учиться много очень ну во всяком случае не как тот мальчик которому Джин подсказывает с картины что земля плоская ты должен сам уже знать это а может чтоб тебе бог открывал даже еще вот что что нужно может быть голая правда так сказать не всем понятно сразу поэтому и нужно красноречие возможно ну вот здесь мы толкователь нам говорит что апостол Павел решительно сокрушает всякое высокоумие ну и красноречие потому что были философы мудрецы тогдашние и сегодняшние мудрецы кто они кого не нужно слушайте сегодняшние мудрецы в кавычках это вот сектанты но послушаешь ихние проповеди и проповеди златоуста то конечно что сравнивать вот я задаюсь таким вопросом брат подожди я тебе хочу сказать про сектантов вот сектанты сектантам рознь вот если брать баптистские журналы и вот я читал и наши православные вот православные читаешь и через строчку там такая такие отступления от Евангелия а у баптистов все по Евангелию идет прям бери этот журнал и семинаристам давай его учить так что тут надо смотреть тоже брат опять же это красноречие не к язычеству относится вот в чем дело ну да есть конечно ереси которые вводятся это понятное имя но это надо отделять зерна от плевел а в основном это знаешь о чем говорится красноречие вот разные писатели там вот толкиены хорошо пишут и потом многие люди на это на этот путь соскальзывают там вот сейчас сколько этих ролевиков всяких видеоигры это вот этот краснобай написал что-то потом рассказывал конечно много и отсюда люди не о Христе узнают а о мифических каких-то героях и даже это как бы даже еще сравнивается там Гарри Поттер вот его там Кураев сравнивает там со спасителем нашим ну в общем говорит такое до безумия какого-то доходит вот это вот красноречие оно совершенно ненужное нужно в простоте брать Евангелие святых отцов и смотреть о спасении души что нужно и рассуждать об этом или рассуждать вместе со святыми отцами вот так особенно златоустом филак болгарский ну и там другие вот андрейки сарийские Игнать Тихонич ваше мнение по этому вопросу можете сказать я думаю то что сказал Игорь это вполне достаточно давай вперед не стой на месте много время теряем на промежуточных остановках благодарим 1 корейфинам 2 глава 2 стих ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего кроме Иисуса Христа и при том распятого толкования и Христос говорит хотел сего то есть чтобы я был человеком простым да и сам я признал за хорошее вовсе не знать внешней мудрости а знать только то что Иисус Христос был распят и уметь проповедовать вам о нем комментарий годы учебы в семинарии и академии должны быть наполнены изучением Слова Божия чтобы каждый знал Библию и был искусен проповедовать о Христе стало бы конечно плохо продолжаем 1 Коринфян 2 глава 3 стих можно я кое-что тут сказать вот об этом давай недолго ну хорошо я не думаю как хочешь можешь продолжать дальше не ну если не чтобы нам не уходить от пущего скажи я хотел сказать как как Слово Божие люди знали в Ветхом Завете ну или хотя бы возьмем апостолов ближе сюда то есть если кто-то начинал говорить отец там или кто-то они могли спокойно продолжить это дальше все были знатоки священного писания потому что это касалось их жизни напрямую семьи их души касалось это их народа их традиции вот этих вот они это все защищу умели защитить и словом и делом а у нас это все сейчас ушло куда-то рухнуло в преисподнюю только одно осталось вот эта великая Россия должно должно быть великое священное писание данное Богом вот так должно а у нас ну кого не возьми патриарх выходит начинает говорить о мирском никогда ни о Библии ничего не скажет ничего нету но патриарх патриарх это последняя инстанция уже и сам о себе говорит я представитель православной русской церкви и тут же начинает какие-то политические там деятельности никогда не скажет что священное писание забыто нами люди от этого все происходит падение наше мы все идем в ад поэтому у нас крещения нету никакой правды этого нету в Ветхом Завете мы видим как это все происходит ну возьмем там царство книги царя выбирают весь народ спешит к этому делу подключиться ну в общем нужно нужно быть верующими до конца стоять все вместе как стояли некогда народ иудейский и слушал слово Божие вот не имею книгу читаем аминь первая коринфянам вторая глава третий стих и был и был я у вас в немощи и страхе и в великом трепете толкованием не только говорит я пришел к вам бедным по слову но и жил между вами в немощи и страхе и трепете то есть среди гонений искушений и бесчисленных опасностей ибо сам он как человек боялся опасностей и даже трепетал их посему и достоин больше похвалы что будучи с нами одного естества превзошел нас волей своей выше сказанными словами он показывает могущество Христа то есть что он преодолел столько препятствий и вместе не излагает гордость коринфян полагавшихся на мудрость богатство и силу вопросы 1 коринфян 2 глава 4 и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости но в явлении духа и силы толкования проповедь моя говорит не была убрана внешней убедительностью и красноречием но состояла в явлении духа то есть доказательством имела самого духа святого это значит или то что апостол через благодатное служение слову внушал веру своим слушателям необыкновенным каким-нибудь образом или то что он творил знамения и чудеса ибо прибавляет и силы то есть знамений в самом деле видеть мертвых воскрешающими было сильным доказательством истины веры но так как и демоны производят знамения через наваждение то апостол присовокупил слово силы сказав наперед духа показывая сим что его знамения зависели от святого духа впрочем слово силы можно понимать и иначе ибо сказав пришел не в мудрости но в немощи слова в явлении духа относят к мудрости а слово силы противополагает немощи как бы так говоря хотя я терпел гонения и сечен был бичами но оказался еще сильнее а это служит величайшим доказательством для слова да действительно вопросы Игнать Тихонович я не знаю что тут ответить никаких знамений через меня Бог не совершал значит я это место не могу разъяснить что именно ничего не написано какие знамения Павел мертвый где воскрешал упал и в тихие считает что он говорит душа его в нем то есть он или признаков жизни подавал другого ничего не было я не знаю что за этими словами это у него стоит какие знамения вот я знаю знамения самое большое когда Господь через человека духом святым открывает двери к принятию благодати другого вот это высшее что я могу в своей жизни испытал и видел вот сейчас у нас на нашем видеоканале вчера один заходил бывший пятидесятник я первую там пропустил номер один когда мы встретились у него никакого намека даже нет о православии вопросы а тут заходит через несколько дней неделя прошла он полностью православный уже и сегодня я выставил его вторую а за ночь сегодня первую проповедь вот посмотрите как Бог действует ничего там нету но он говорит и тогда один там выступает Артемий говорит говорят люди специально подстраивают эти беседы как будто спрашивают но тут то явно видно он буквально язык не поспевает ему охота сказать какую познал он радость во Христе и его там окружает свои бывшие там еретики а он им говорит не в церкви не в церкви мы вот главное я же не говорю что вы плохие или что-то но не в церкви а что мне тогда соседи в церкви Христос за церковь придет ему это Бог открыл как это было понятия не имею я свидетель был многократно того как люди воскресают из мертвых духовно но как это ничего не могу сказать дух дышит где хочет а какая ваша роль да никакой совершенно как говорится за широй мог бы сидеть там эти слова сказать и все как святая феврония вот дальше говорили о мудрости и прочее если кто читал жития своих вспомните жития великомученицы Екатерины вот вот тут можно все ее применить она знала все то есть по сегодняшему сказать как-то о двух сестрах писали две девчонки они то ли двойняшки или кто они вот в 12 лет они уже поступили в институт и до срочи к 16 закончили университеты к 16 годам ну и дальше как у них было поступили в другое попутно там где-то как-то она вот такую мудрость имела если кто не знает как вот коротко сказать как дальше движется дело мать христианка и она желает дочери добра они приходят к своему присвятеру и она говорит вот моя дочь поставила условия замуж не можем выдать ее она молоденькая красавица замуж ей хочет она говорит я выйду замуж тогда когда встретится человек который знает больше меня который богаче меня который красивее меня и знатнее я княжеского рода он что был царского ну а где такого найдешь находятся женихи были бывают с высшим образованием как сегодня вы сказали но не знатного рода другие знатные там ничего этого нету бывает богатства нету она богатая богатая очень он говорит хорошо приводи дочку свою я ее замуж выдам за один раз но привела ее она сказала это ты говоришь так можно его звать Хрисогон он говорит да я тебе дам знакомство твое богатство это грязь по сравнению с ним какой он богатый и твоя мудрость это дым обыкновенный дым ну а красота твоя ты на ее даже не взглянешь отвернешься такая ты безобразная по сравнению с ним и сила какая и он дала икону икону дал Христос младенец ему с матери сидит она икону давай принесла хотела посмотреть он прямо на иконе отворнулся от нее ей до того страшно стало и она поняла какой он и отдала свое сердце через икону он ей немного сказал вот мудрость человеческая которая была у ней она могла доказывать о разных божествах о звездах земля какая там все могла сказать и математику и физику а здесь нет ничего и оказалось ничего не надо надо только примириться с Богом отдать ему свою волю и чтобы он управлял нашей жизнью впустить его и она полюбила его великомущине и далее как она была взята как ее строгали рвали тело даже говорить боязно что она претерпела святая Екатерина вот ответ где отошел 1 коринфянам 2 глава 5 стих чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой но на силе Божией мудростью человеческой называют убедительности красноречия а под силой Божией как выше показано разумеет укрепление немощных и гонимых также явление знамений всеми всеми средствами утверждаема была коринфяне вера ваша неспособностью выражаться убедительно и красноречиво но силой Божией 1 коринфянам 2 глава 6 стих мудрость 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 мы проповедуем между совершенными но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих полкования выше назвал проповедь безумием потому что так называли ее эллины но доказав самым делом что это истинная премудрость наконец смело называет и проповедь о Христе премудростью и спасение крестом ибо истребить смерть смертью действительно дело величайшей премудрости совершенными называет верных ибо они точно совершенны потому что презрев все земное стремятся к небесному мудростью века сего называют мудрость внешнюю так как она временно и оканчивается вместе с 7 веком властями века сего именуют не демонов как думали некоторые но мудрецов ораторов риторов которые были вместе с вождями и начальниками народа поскольку уже и они временны то называет их властями века сего и приходящими то есть прекращающими бытие а не вечными вопрос продолжаем 1 коринфянам 2 глава 7 стих но проповедуем премудрость божию тайную сокровенную которую предназначил бог прежде веков славе нашей толкования тайной называют проповедь о Христе ибо она и проповедь и вместе тайна потому что и ангелы не знали о ней прежде чем она была возвещена об этом читаем в первое послание Петра 1 главе 12 стих и мы видя в ней одно разумеем другое так я вижу крест и страдания а разумею силу слышу раба а поклоняюсь владыки сокрытая сокрытая сия премудрость от неверующих совершенно но для верных только от счастья ибо видим ныне как в зеркале 1 користром 13-12 словом предназначил указывает на любовь Божию к нам ибо тот истинно любит нас кто уже прежде веков предназначил нам спасение крестом пропустил строчку задолго ибо тот истинно любит нас кто уже задолго готов был благодетельствовать нам так и Бог прежде веков предназначил нам спасение крестом спасение составляющее величайшую премудрость сказал к славе нашей потому что он сделал нас причастниками славы ибо вместе с Господом быть участниками сокровенной тайны составляет для раба славу вопросы дальше или дайте хоть что-то на эти слова есть добавить видишь на бумажке тут все по-другому выглядит а в жизни по-другому вот здесь когда ты выйдешь и видно кто ты перед людьми вот себя это проверить мне Бог позволил Господь мой встречается вести занятия в Академгородке Новосибирском там неграмотных нету профессора академики и вот у меня все это перед глазами тем более наши были там записывали видимо и вот ни разу никогда не почувствовал что мне не хватает образования с ними разговаривать а они сразу это чувствовали вот я преподаю в высшем военном училище веду занятия регулярно все и вот что с ними делается с офицерами а там полковники одни и вот вызовут меня отдельно сами прямо ликуют аж писать готовы ты скажи какое у тебя состояние он говорит не могу выразить говорит ну что-то со мной такое даже икорей нельзя назвать я кончал академию там военную там Жуковского или что-то летное училище мне кажется я дня не учился а я ничего особенного не говорил совершенно вот вспоминая здесь в училище было я пришел а он говорит мне начальник-то надеюсь 475 курсантов ну аудитория-то достаточная он говорит тут артисты из Москвы приехали они говорят сейчас тут больше полчаса выступали они устали уже они ну слушать не будут ладно в другой раз я говорю я такую даль шел нет я буду говорить сейчас обед будет 20 минут осталось ну позвольте 10 минут ладно ну он же знает своих курсантов и я стал говорить говорю-то о Христе ничего больше нету-то проходит 20 минут он показывает на часы зашел обедать в столовую ну пошел-то рукой отмахиваться я говорю час второй час уже пошел ну показывает уже занятия уроки должны быть я тогда закончил я не обступаю пройти не дают это сила Христа Слово Его но он берет самый немощный сосуд и это делать я могу только ну сказать на практике что все что мы считаем здесь это да и аминь да и аминь вот дороги дорогой еду я когда в этом вагон-то общий проводники не могут пройти по вагону забиты я как-то один раз посмотрел в нашем купе 21 человек сидел куда там друг за другом лежат на верхних полках и везде и все только спрашивают придет а что вы заканчивали ничего я не заканчивал у меня повторяю вслух и везде и мне не стыдно говорить у меня нет никакого духовного образования я просто строитель а что такое благодать Божия я их притягиваю к слову Божия их благодать это Бог делает моего тут нету я могу голос изменять и прочее это даже не не в таланте говорить слово это благодать ну и вот я по сегодняшний день все время это имеют это единственное сказать где только говоришь о смерти я показываю ролик стоит мы в доме мулы остановились жена у нее образование там два университета там консерваторию кончила где-то я сразу открываю 6.23 послание к кремлинам это все у нас заснято и она на четырех языках разговаривает а он на шести и они как будто все это забыли и слова самые простые но слова Духа Святого и они не стали мне врагами не стали меня убивать как Сысоева там стрелять нет они будут провожать они будут что лучше нам на дорогу положить мусульмане он мула мула это священник что это благодать не я Павел говорит в прочем а благодать Божия вот к этому надо стремиться а как смири себя блаженный миротворцы то есть сотворяй везде мир отступись из самого уничтоженного старайся выжить самое главное Господи а как я могу быть полезен тебе здесь ты Господи создал этих людей ты меня с ними свел а что сказать не знаю я же не знаю и Бог полагает на сердце что сказать этим людям и выйдет обязательно один из людей который не соглашаться будет но я сразу с ним долго заключу но если я вам докажу что это так вы сможете попросить прощения перед утерой аудиторием да и так и будет он выйдет поклонится и говорит я был неправ но только сразу уйдет у него в руках Библия он к баптистам ходил оказывается я испытал в жизни 53 года благодать берет самая немощная самая завалящая обыкновенный камушек и эти камушек из прощения мальчишки повалит великана отошел 1 Коринфянам 2 глава 8 стих продолжаем читать о премудрости Божией который никто из властей века сегодня познал премудрость Божия имеется ввиду ибо если бы познали то не распяли бы Господа славы толкование князьями называют здесь Ирода и Пилата не будет впрочем ошибки если разуметь не первосвященников и книжников слова века сего выражают как и выше показана их временную власть если бы они знали сокровенную как выше сказано премудрость и тайны божественного домостроительства именно тайну вочеловечения Божия тайну креста тайну призвания и усвоения и следия царства небесного одним словом все тайны открытые апостолом духом святым также и первосвященники если бы знали то что город их будет покорен и они сами будут отведены в плен то не распяли бы Христа Христа назвал здесь Господом славы то есть поскольку почитали крест чем-то бесчестным то показывает что Христос нисколько не потерял своей славы через крест напротив еще более прославился потому что через крест яснее обнаружил свое человеколюбие и так если они не узнали то надлежало отпустить им сей грех да если бы они после сего раскаялись и обратились то им отпущен был бы грех подобно как и Павлу и другим из евреев вопросы идем дальше первое Коринфянам вторая глава девятый стих но как на прерывается второй раз слышало ухо и не приходило то на сердце человеку что приготовил бог любящий его у него микрофон толкование не достает слов так так и случилось апостол во многих местах употребляет фигуру опущения что же приготовил бог любящим его познание христа и спасение ни ухо человеческое не слыхало ни сердце человеческое не представляло пророки не человеческими глазами видели и не человеческими ушами слышали и не человеческим умом понимали откровение о Христе исаев 64 4 но все у них было божественное ибо сказано господь приложил мне ухо то есть духовное и другое сему подобное а кто любящие бога верные где далее написано это изречение может быть и действительно оно было написано этими самыми словами но теперь этой книги нет а может быть премудрый Павел выразил этим изречением следующие слова они увидят то о чем не было говорено им и узнают то чего не слыхали порок Исаия 52 15 вопросы бог открыл духом святым и дух все проникает маленько раньше это взять нужно дальше впереди было сказано что евреи хорошо знали священное писание это ничего не видно что они хорошо знали мы знаем то что ни одного экземпляра священного писания у них не было вообще не было и только из ящика выгребали когда там эти двушки однюшки денежки и там нашли и такая паника началась когда через внимание через внимание вот вот меня неоднократно спрашивали вы что наизусть знаете что ли там писание и толкование ну на ветхий завет есть толкование феодорита кирского златоуста много я насчитывал конечно нет а как знаете из всего то что я знаю и когда вот это незнаемое считаю оно открывается открывается чуть ли не по написанному не знаю как и бог это открывает и показывает твою немощь и где ты не знаешь ты знаешь о чем молиться я вот это не знаю конкретные места писания которые нигде не объяснены вот сегодня мне задали такой вопрос но я в события дня какое приказание бог где-то давал не объясняет зачем и то что бог сказал кому-то повелел делать как повеление об этом что нигде не было написано ни в мирской литературе ни в духовной вот было ли такое что бог сказал на правило а не объяснил ничего вот вопрос так вопрос ну вот я его буду завтра утром отвечать я сегодня днем ответил уже вам не буду отвечать вы зайдете за вчерашнее число то есть за сегодняшнее событие дня которое есть вот так отошел 1 коринфянам 2 глава 10 стих а нам бог открыл что такое и глубины божие так сережа он что-то замыкает сергей посмотрите с микрофоном там ладно или нет говоришь и потом сразу пропуск несколько секунд строчки две мимо потыхай там штыки и 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 Бывает такое, бывает, когда ты начинаешь что-то, иногда только, не всегда. Ладно, но если что, останавливайте меня. Вроде у меня все нормально. Может просто связь? Да, скорее всего, может связь, может интернет, может быть. 1 Коринфянам, 2 глава, 11 стих. Проверил. 1 Коринфянам, 2 глава, 10 стих. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Толкование. Кто-нибудь мог спросить, если не приходило на сердце человеку, то как вы узнали об этом? Отвечает. Бог открыл нам Духом, а не человеческой мудростью. Ибо она и не достойна была, и не могла видеть Тайну Божию. Вопросы? 1 Коринфянам, 2 глава. Губы шевелятся, ничего нет. Кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Толкование. Таково, говорит, было это Таинство, и столь сокровенно, что мы не могли бы познать его ни от кого, если бы не научил нас Дух. Показывает не неведение, но совершенное знание, подобно как и об Отце сказано. Ты испытуешь сердца. Солом 7.10. Вместо. Знаешь глубину сердец. Можно и так понимать. Говорится, что Дух проницает Тайны Божии в том смысле, что Он услаждается созерцанием их. Совершенное знание Духа показывает и в последующих словах. Ибо как человеческий Дух знает, что в человеке, так говорит и Дух Божий знает, что принадлежит Богу. Отсюда узнаем, между прочим, что Дух не иной сущности в сравнении с Отцом, подобно как и Дух человека, не иной в сравнении с человеком. Вопрос. У кого-нибудь возник? Задавайте. Продолжим тогда, потом порассуждаем еще. 1 Кориффи нам 2.12. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Толкование. Духом мира сего назвал человеческую мудрость. Не эту мудрость мы приняли для того, чтобы она не сделала нашей проповеди тщетной и бесполезной. Нет. Учителем нашим был Дух от Бога, то есть существо, единосущное Богу, происходящее из Его сущности. Дух говорит, есть свет. И сей-то свет мы приняли, чтобы, просвещаясь от него, узнали сокрытое доселе. Что же это такое? Дарованное нам от Бога, то есть все, что относится к дамостроительству Христову именно. Как Он умер за нас. Как сделал нас чадами Божьими. Как в себе и нас посадила весной Отца. Следовательно, те, которые не имеют Духа, не знают тех тайн. И комментарий Игнатия Тихонича Лавкина на слова, чтобы она не сделала нашей проповеди тщетной и бесполезной. То есть мудрость вот эта, мирская. Итак, комментарии. Любая самая искусная проповедь не по Евангелию, не о Христе, уже сегодня может оказаться ненужной и мертвой. Апостолы вышли в мир сознанием того, что за них умер Христос. Все остальное они почитали за ссор, чтобы не сделать своей проповеди тщетной и бесполезной. Сравни с тем, что печатают сегодня практически во всех эпохиальных газетах. Какими хилыми и хлипкими рассказиками почуют людей. Авторитет Библии полностью истреблен. Пишут замысловатые сюжеты, печатают стихи. И нигде ни слова о рождении свыше, а чисто живой евангельской проповеди. Непрерывное искание каких-то чудес, домысливаний, прозрительных старцев, поиск чего-то неведомого. А нужно только одно – знать Христа и постоянно и всюду благовествовать о рождении свыше, через принятие Спасителя в свое сердце. Чтобы не сделать своей проповеди тщетной и бесполезной. Пожалуйста, вопросы, если есть вопросы. Нет вопросов? Николай Тихонович, по поводу, может, еще что-то? Сергей Павлович, если я выделил эти слова, чтобы не сделать свои проповеди тщетной и бесполезной, это значит, я должен так и делать. Лишнее убрать. Вот я когда обратился, опять же, обращаюсь к своей биографии, потому что другое-то я не знаю где. Я занимался в это время на семи языках. Изучал там все. И я в первый же день понял, мне это не надо. Если случится, где-то встречаются, перевозчики найдутся. Не надо. Все. До последней минуты я должен отдать и знанию Святой Библии. И вот это могу всем посоветовать. Ищите, и Бог даст. И внутри будет такое состояние, что меня спрашивали, на работе был, у которых остановился на квартире, вы обедали сегодня? Ты обедал? Я не мог сказать, обедал я или не обедал. А работай на стройке, с бетоном, тяжеленные работы. Полностью все отнято, как будто никогда ничего не знал. Вот когда говорят, я просил у Бога мудрости, и он дал мне. Вот Соломон просил, а я просил у Бога, чтобы отнял от меня. А разве можно так молиться? Не нужно отнял. Я слишком, слишком много учился и знал до обращения. И встал, у меня как будто никогда не было ничего. Чистое место. То есть, переформатировать. Бог стер программу, и теперь новое записывай. Вот что Бог дает мудрость, в это верит. А что по молитве отнимает, что у тебя было, в это никто почти не верит. А как это может быть? У меня было даже, когда страшно, сколько знаний, анекдотов и все, ну, нужно. Не нужно оказалось. Связал все книги и бросил в подвал. Вот надо испытывать самих себя. Ты даже не знаешь, на что ты способен. Я рассказываю, у меня сын Якон был в лагере. Такой длинный, как отец такой же. А сам маленький. Я взял пуражку на стол, повесил. А он, идти надо, без пуражки нельзя из лагеря-то выходить-то. А как взять? Я говорю, достань. И он начал, я показал, как нога за ногу. Он достал. Сел и заплакал. Я говорю, а что плачешь, Саша? Так я и не знал, что я умею лазить. Так ты и не проповедуешь, ты и не знаешь, какой талант тебе зарытый. Ты начни говорить. И получится. Бог-то возьмет твои уста, даже ослицу взял. Хотя у нее язык совершенно не приспособлен такие повороты делать во рту. Отошел. Можно чуть-чуть добавить, Сергей? 80-й Псалом, 11-й стих. Открой уста твои, и я наполню их, Господь говорит. Истинно так. У кого вопросы накопились не по теме, пожалуйста, задавайте. Я еще добавлю, что если ты будешь говорить точно о Христе, о Библии, тебе придется претерпеть срам и поношение. А вы ничего больше не знаете, зациклись, как цитатник Мауз-Зедуна считаете. Проглоти это. Проглоти и опять начинаешь свое говорить. Понимаешь, что люди, которые никогда не слышали Слово Божие, в них не вмещается это. Они совершенно не знают вот этой стилистики, а такой орфографии. Вот я сидел в камере, это за паровозом. Первый секретарит, там директор был один, а второй преподаватель космонавтов, там второй группы. И говорю им, а они никакого значения не придают. Я говорю, Библия говорит так, какой-то вопрос возникнет. А уже дня через два-три они стали говорить, а у вас там что-нибудь про это написано. То есть авторитет Библии установить, это первейшее. Если этого нету, вашей мудрости не хватит. На твои знания есть контр-знания. Обязательно. И нам их никогда не переплюнуть. У них университеты за плечами. По любой отрасли. Подошел. Продолжаем. Первое послание к Коринфянам. Вторая глава, тринадцатый стих. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным толкованием. Мы, говорит, тем более имеем мудрости в сравнении с сельдинскими мудрецами, что те были наставляемы людьми, а мы говорим по внушению Духа Святого. То есть, если возникнут какие-либо духовные вопросы, мы рассуждаем их, то есть разрешаем другими духовными учениями или повествованиями. Так, например, духовный вопрос. Воскресли Христос? Мы обсуждаем и разрешаем на основании другого духовного учения именно повествования об Ионе. Подобным образом и другой вопрос. Как Дева могла родить? Решается неплостом Сары, Ревекки или Советы, которые зачали не по законам естества, поскольку зачатие зависит от силы ложественной. Также тем, что Ева произошла от Адама без семени, равно, как и другими случаями, рассматриваемыми в отношении к появлению человека на свет. Впрочем, слова «соображая духовное с духовным» можешь понимать и так. Отсуждая и решая вопросы духовные вместе с людьми духовными, ибо они одни могут понимать их. Если возникнут какие-либо духовные вопросы, мы соображаем их, то есть разрешаем духовными учениями или повествованиями. Когда, например, кто-нибудь сомневается, как Христос родился от Девы, мы для удостоверения в этом указываем на неплодных, на Сару, на Ревекку и на других, которые зачали не по законам естества, поскольку зачатие зависит от силы ложественной, а также на происхождение Адама от одной земли и Евы от Него одного. Подобным образом, и когда спрашивают, как Христос воскрес, приводим в пример Иону и его пребывание в ките и спасение из него. Так, такими примерами разрешаем мы недоумением, ибо древние описывали будущее в образах и тенях, чтобы через них сообщить ему достоверность. В умозаключениях же и умозрительных доказательствах Эллинов мы не имеем надобности, ибо они колеблют слабый ум, смущая и наполняя его мраком и сомнением. Вопросы. Знаете, Тихонич, дополнито? Когда считаешь Иоанна Златоуста, у него такие интригующие вставки делает. Я, знаете, случай такой знаю. Я вот вам сейчас как расскажу, и понимаете, вот там-то то-то то-то было, а сам своими словами объясняет. Ну, думаю, что же он такое скажет? А он опять какой-нибудь пример из Библии. И почти в 100%. Почти. Вот что бы у него не было, он обязательно против конских скачек был. А тогда шины-то не знали резиновые, а колесицы-то железные были где-то. Ну, и в это время скачки были, видимо, в честь княжеского сына, который женился. Он руководит конскими скачками стоит. И в это время как-то стрека сбилась, какая-то там тройка или квадрига у них была. И прямо на него сбили его, и этим колесом по шее, и голова прям сразу была отрезана, и покатилась к трибунам. Иоанн Златоуст мгновенно это выхватил, и начинает говорить проповедь. У них там был один евнух около царицы, который воевал против церкви. Ну, вот случилось, он что-то трапился, где-то что-то потерял, деньги или как-то. И теперь он прибежал в церковь, против церкви воевал, а прибежал к Златоусту. Упал и говорит, спаси. И он его в алтарь завел, там где под престолом спрятал. Ну, сколько ни сидит, а в туалет-то надо. Так он его водил в Златоуст, подрезай его, спрячет. А потом проповеди говорят, вот главный враг, тут у меня подрезу показывает. Сам пришел. Вот теперь он познал, как Бог. А у церкви было право спасать приговоренных к смерти, чтобы раньше было ухватиться за рога жертвенника, а в Новом Завете именно в церкви. Вот нужно везде успевать под таким вот условием выступить, сказать, применить к себе. А если бы я был в этом самолете, ту-154, а если бы я, в первую очередь, я не полетел бы туда, зачем же я полечу туда? Там делать нечего. У нас дома работы хватает, и все отпадает. Вот нужно научиться искать маленькие-маленькие такие, какие-то окошечки, которые Бог открывает, и в них не только смотреть, а дать свет, чтобы другие это видели. Называют там душевно, недушевно, там духовно, и люди не знают эти слова. Давайте надо заучать, потому что из Слова Божия пошел. Первое Коринфянам, вторая глава, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумие и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Толкование. Душевный человек тот, кто во всем полагается на свои умозаключения и не думает, что ему нужна высшая помощь. И тот, кто ничего не хочет принимать верой и все, что нельзя доказать, почитает безумием. Итак, того, кто думает, что все происходит естественным порядком и не допускает ничего сверхъестественного, называет душевным, то есть естественным, ибо душа его занимается только домостроительством естества. и как глаза телесные, сами по себе прекрасные и в высшей степени полезные, без света ничего не могут видеть, так и душа, сделавшись способной к принятию Святого Духа, без него не может созерцать предметов Божественных. то есть не понимает того, что такие предметы требуют веры и не могут быть постигнуты разумом, ибо это значит, а всем надо насудить духовно, то есть это имеет доказательства в вере и в духе почете. Вопросы? Первое, конечно, 2.15 Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может в толковании. Духовный говорит, знает все, знает, что все здешнее временное, а будущее постоянное, знает, что он получит спасение, а неверные будут наказаны, поэтому и обличает их, а о нем судить никто не может. То есть не его не могут обличать, ибо тот, кто видит, видит и свое. и то, что принадлежит невидящим, напротив, они, как слепцы, не видят ни своего, ни того, что принадлежит ему. Кто душевный человек, знаем из сказанного выше? иначе. духовный понимает, кто душевный и чему подвергается он после смерти, также знает, как свое, так и принадлежащее душевному. Но кто он сам и чему подвергается после смерти, никто из душевных не понимает, подобно тому, как зрячий видит слепого, но сам для слепого не видим. Поскольку же слово судить значит и в кавычках обличать, то хотя духовный повсюду обличает живущего худо, однако сам не обличается никем из живущих худо, потому что ведет жизнь правильную. Вопросы? Давайте закончим вторую главу и порассуждаем. Первая Коринфянам, вторая глава, последняя шестнадцатая стиль. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов? Толкование. Духовный ум называет умом Господним. Слово судить стоит вместо исправить. Выше сказав о духовном судить никто не может, теперь доказывает, что сказал это справедливо. Ибо кто познал ум Господень так, чтобы решил сосудить его, то есть исправить. Ибо если никто не может даже знать ум Господень, а каков ум человека духовного, то тем более не может учить его и исправлять. Не девизь говорит, что духовного человека и ум его я назвал умом Господним. Все мы имеем ум Христов, то есть все, что мы не знаем, открыл нам Христос. И разумение свое относительно вещей божественных имеем от Христа. Другими словами, знание, какое мы имеем от духовных предметов веры, имеем от Христа. Так что подлинно никто не может нас судить. Некоторые, впрочем, умом Христовым называли Отца, а другие Духа. Пожалуйста, вопрос. И знаете, что мы имеем ум Христов, а нас никто не может судить. Это очень опасные слова. Так что сильно ими не пользуйтесь. Тебя заплюют и забросают сразу. Это сказать только там будет крайне абсолютно крайне необходимость. Я никогда ими не пользуюсь. А за кого вы даете, вы хорошие, мы плохие. И дальше они уже не понимают без разбора, как бешено на тебя кидаются. И притом ты ничего не доказал. Но когда будешь беседовать, может быть не одна беседа будет, показывая самое главное тайны смерти, за смертью, и все это переводить на Христа, и что мы имеем, вот тут самое место это вставить. Что мы имеем ум Христов. И нас судить не могут, потому что у них нет ни знания, ни проникновения за грань смерти. А что лопух на могиле и все. А не боюсь смерти. Это пока ты там не был. А вот когда ты будешь там, тогда ты узнаешь, что это такое. А мы знаем, мы можем об этом судить. Люди спрашивают, то девятины, сороковины, никакого значения не имеют. Но принято как по православному, мы это можем сказать, не защищая и не опровергая. Вот и все. Первое послание Коринфянам, третья глава, первый стих. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Толкование. Выше изгнал надмене Коринфян внешней мудростью. Не излагал. Что? Не излагал. Да. Не спровергал, уничтожал, топтал. Да. Выше низлагал надмене Коринфян внешней мудростью. Но что бы они ни сказали, мы превозносимся не этой, а духовной мудростью, теперь показывает, что в нашей мудрости они не достигли совершенства, а остаются еще несовершенными и говорит, что они еще ничего не слышали о предметах более совершенных. Хорошо сказал не мог, дабы не подумали, что он не говорил им о более совершенном по зависти. Я потому не мог говорить с вами как совершенными, что вы все еще занимаетесь плотским. Но как же они, будучи плотскими, совершали знамения? Действительно, они были таковы, что и в начале сказано. Но можно и знамения творить, и в то же время быть плотским, подобно тем людям, которые изгоняли бесов именем Христова. Ибо знамения бывают для пользы других, и потому часто совершаются и через недостойность. вопросы? Первая Коринфянам третья глава второй и третьей стихи. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы все еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете. В тайнах Христовых толкования, в тайнах Христовых говорит, вы все еще младенцы, поэтому я поил вас молоком, то есть простейшим учением, а не предлагал вам твердой пищи, то есть учения более совершенного. Почему? Потому что вы были еще не в силах принимать его. А чтобы не изложить их гордость, прибавляй, да и теперь не в силах, ибо еще помышляйте о плотском. видишь ли, они не в силах принимать такое учение потому, что не хотят быть духовными, а остаются плотскими. Все, что сказано было выше, говорил к начальникам, гордившимся своей мудростью и благородством, а теперь обращается к подчиненными говорит, я справедливо называю вас плотскими, потому что между вами есть зависть, споры и разногласия. Он мог обвинять их в блудодеянии и многих других пороках, но так как между ними особенно усилились разногласия и споры, то о них и упоминает. Важно отметить, что везде соединяет зависть со спорами. Это потому, что от зависти происходят споры, а от споров разногласия. Но если все эти беспорядки есть у вас, то не по человеческому ли обычаю поступаете? То есть не о плотском ли, не о человеческом ли и земном помышляйте. Вопросы? Инать Тихонович, вопросов нет. Тут просто это надо на все время применять на практике. А так, как один выразился, голова как земной шар, а сердце как песчинка. Чтобы этого не было. Ты заранее вышел на бой, ты не знаешь чем закончится. Бой без правил показывают примерно это так. И поднимут тебя, и ударят, и рассмотрят, и кровью своей обмажешься еще. То есть, что можно и не можно применяться здесь. Особенно когда встречаются там где-то с херетиками, с тектантами, ни перед чем не останавливаются. А ты так, после второго разумления отвращайся. Спокойно скажи, покажи местописание. Если не знаешь зачем выходил, с 10 тысячами против 20 тысяч, и потерпишь поражение, будут смеяться над тобой. На башню не хватило денег. То есть здесь надо заниматься, написано, день и ночь. День и ночь вникая в себя и в учение. И постепенно может быть что-то Господь и покажет. Может быть. Все. 1 Коринфянам 3 глава 4 стих. Ибо когда один говорит «Я Павлов», а другой «Я Аполосов», то не плотские левые толкования. Именами «Павла» и «Аполоса» означает знаменитых между коринфянами мужей и учителей. 1 Коринфянам 3 глава 5 стих. Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Толкование. Поставив свое Аполосово имя верно, достигает своей цели. Рассуждая таким образом, «Если мы мечто, то что сказать о ваших учителях? Мы, говорит, служители, а не самый корень и источник благ. Этот источник Христос. Поэтому нам не должно превозноситься, так как мы доставили вам благо, принятые от Бога, ибо все принадлежит ему подать их благ. Не сказал мы благовестники, но служители. Это потому, что благовествование обнимает только учение, а служение заключает и дела. Да и это, говорит, малое служение мы не от себя имеем, но получили от Господа каждый свою меру. Первое Коинфинам 3,6 Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Толкование Я первый посеял проповедь, Аполлос постоянным своим учением не дал семени заглохнуть, а зное искушение лукавого, но возрастил вас Бог. Комментарий на слова Я первый посеял проповедь, Игна Китина Чалапкина. А когда сегодня архиерей производит перестановку священнослужителей с места на место, то отлежающий пастырь может ли сказать, глядя на своих прихожан, я первый посеял среди вас проповедь? Вопрос. Вопрос хороший. Вопросы у вас? Время уже ушло, все. Дорогие мои, время ушло, давайте помолимся и на воскресенье отстанем. Достойная святого истину, блажит дитя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную, и матерь Бога нашей дам, честнейшую хирургин, и славнейшую без сравнения серафим, без искления Бога смовородшую, сущую Богородицу тяну Богородицу и славнейшую Богородицу и любящий наш Отец Небесный, мы прислали перед Твоим величием и просим во имя Господа нашего Иисуса Христа, прими благодарение за милость оказываю нам, за мирное время, за эту святую возможность открывать Святую Библию, находиться у ног Твоих и поучаться в Духе Святом. Через нас распространи эту благую вещь для многих, которые еще не слышали о Тебе. Помоги нам быть верным Тебе во всякое время, ценить это мирное время. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Аллилуйя. Спаси Христос. Аллилуйя. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос.